В эфир телеканала «Россия» выходит «Вести Ульяновск». Вас приветствую, я Артем Петров. Мы начинаем. Между Ульяновском и Подмосковьем выстраиваются новые кооперационные связи. Алексей Русских посетил столичный регион с традиционной бизнес-миссией. Этот формат уже дает ощутимые результаты. Расскажем об итогах очередных переговоров. В правительстве области прошло главное совещание недели. Какие планы обозначены на эту семидневку и на какие сферы обращено отдельное внимание. Не дороги, а направления. Снег снова сошел вместе с асфальтом. Когда ямы начнут лотать, а главное, насколько качественно эта работа будет исполнать. Итак, между Ульяновском и Подмосковьем промышленная кооперация выйдет на новый уровень. Перспективы такого сотрудничества Алексей Русских обсудил с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Встреча прошла в рамках бизнес-миссии. В Подмосковье делегация с берегов Волги приехала в большом составе. Выстраивать новые кооперационные цепочки будут сразу три десятка предприятий. Я еще раз хотел поблагодарить, Алексеевич, вас, делегацию, ваших коллег за желание работать в партнерстве, искать новые связи, возможности, учиться. И мы со своей стороны тоже оставляем право учиться и что-то интересное, полезное у вас перенимать, узнавать. Работа по межрегиональной кооперации в регионе ведется уже около двух лет. Некоторые подмосковные компании имеют в Ульяновской области собственные филиалы. Как пример, промтех «Ульяновск», где производят запчасти, компоненты для авиакосмической отрасли. Или завод по производству сухих строительных смесей и лаборатория селекционного контроля качества молока. Очень много новых контактов, взаимных контрактов между предприятиями Московской области и Ульяновской. В целом, работа уносит очень позитивный характер. Здесь речь не идет о конкуренции между регионами. Сейчас рынок настолько обширный, что работы хватит всем. А нам нужно лишь помочь друг другу своими технологиями, своими компетенциями. Вот в этом направлении мы и будем работать. Также представители 30 компаний из Ульяновска в рамках бизнес-миссии провели ряд переговоров. Новые связи налаживаются с целым рядом подмосковных заводов. В их числе машиностроительный, авиационный, а также особая экономическая зона и ряд других предприятий. Бизнес Китая, Молдова, Египта и других стран обсудят в Ульяновске. Основная задача – передать лучший опыт местным предпринимателям. Сегодня креативная бизнес-резиденция соберет вместе 27 регионов-участников, 49 экспертов из различных стран мира, а также 65 творческих презентаций, где представят две сотни идей и проектов для воплощения в жизнь. Конкуренты на пять дней объединятся ради единой цели – совершенствования той или иной сферы. Всего в работе пять направлений. Установка – создать что-то полезное для Ульяновска. То есть помимо личностных каких-то новых, я не знаю, компетенций и так далее, это создать что-то полезное для города. Основные модули резиденции – кино, мода, музыка, дизайн и архитектура. Идеи проекта будут обсуждать до 13 апреля. В финальный день узнать больше о креативном бизнесе в регионе каждый желающий сможет по адресу Московское шоссе, 108. Весеннее благоустройство, подготовка к садоводческому сезону, коммунальные вопросы и реализация национальных проектов – это краткая повестка заседания традиционного штаба по комплексному развитию региона. Игорь Кранцев о планах на неделю. Глава региона в Москве, командировка. Но ситуация с паводком, несмотря на снижение напряженности, на контроле. Мы планируем встречаться с ними на этой неделе, если еще определяться. Давайте встречайтесь, мне туда доложить. И из столицы, из уст Алексея Русских звучат хорошие новости. Ульяновские школьники, например, с результатом 98% стали первыми по так называемой функциональной грамотности. Это показатель выполнения базовых заданий и умения применить знания на практике. А по темпу роста промпроизводства по отношению к прошлому году регион первый в ПФО и четвертый в России. Все это не просто так, не с неба сваливаться. Это результат очень серьезной системной работы. Работа по промкооперации, в первую очередь, с регионными соседями. Мы практически все по Волжье объехали. Сейчас в Московскую область, в Челябинске только, порядка 40 договоров. По области более 17 тысяч человек и три сотни единиц техники. На аппаратном озвучивают данные по первой санитарной пятнице и говорят о продолжении благоустроительных работ. Кроме того, более полумиллиарда рублей в этом году потратят на ремонт асфальтового покрытия во дворах многоквартирных домов. Более половины средств предназначено Ульяновску. Повторюсь, что по городу за счет 350 миллионов рублей мы выполним ремонт на 50 дворах. До 20 апреля сметная часть будет завершена. 20 апреля – это и начало сезона садоводства. С этого дня запустят традиционные маршруты в садовые товарищества. Если в прошлом году на субсидии СНТ из бюджета выделяли 15 миллионов рублей, то в этом году будет 17. Кроме того, 7 миллионов плюсом по сравнению с 2023 годом пойдет на ремонт дорожной инфраструктуры возле садовых обществ. Предусмотрен ремонт 10 участков автомобильных дорог общей протяженностью более 7 километров, а также обустройство 6 автопавильонов и 3 остановочных пунктов. Беспилотные авиационные системы – это название нового нацпроекта, который действует с нынешнего года. Причем мы участвуем по всем направлениям в реализации этого национального проекта, начиная с направления подготовки кадров, понимая необходимость и перспективность этого направления. Это и задачи мониторинга активно применяются, противопожарный мониторинг лесов, правомерность добычи полезных ископаемых в сфере логистики. Игорь Кранцев, Денис Миронов, Вести Ульяновск. Весна оголила старые и новые ямы на дорогах. И по традиции начался весенний ремонт транспортных артерий горячим асфальтом. Сейчас сразу на нескольких участках в Ульяновске выполняется фрезерование старого покрытия. После очистки, обеспыливания и нанесения битумной эмульсии будет уложено новое покрытие. В приоритете городские улицы, маршруты легкоатлетической эстафеты, а также те участки, на которые многократно указывали жители в своих обращениях в муниципальный центр управления городом. Комиссии, проверяющие качество выполнения ремонта в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» тоже включились в работу. Их задача – выявить дефекты и указать на них подрядчикам, чтобы те устранили их в рамках гарантийных обязательств. В эти минуты съемочная группа «Вестей» уже работает на тех участках, где к водителям ямы оказались особо безжалостны. Когда эти рытвины залатают, а главное, насколько такие заплатки прочны, смотрите сегодня в нашем вечернем выпуске. В эфире «Вести Ульяновск» мы продолжаем. Пламя красиво только тогда, когда оно управляемо. Об этом напоминает фотовыставка «Останови огонь». Она работает во дворце книги и приурочили ее к началу пожароопасного сезона. Выставка, она в первую очередь несет стимул для людей не бросать окурки в лесу, не разводить костры, не устраивать сельскохозяйственные палы. Потому что всегда пожар легче предотвратить, его как-то внести, что это опасно в головы людей, чем потом его тушить. Каким страшным последствием может привести неосторожное обращение с огнем? Иллюстрируют снимки. Многие из них сделаны во время происшествий. География не ограничивается только ульяновским регионом. Мы совместно с главным управлением ЧСП Ульяновской области еще отобрали снимки их, бойцов, которые участвовали в ликвидации лесных и природных пожарах на территории Ульяновской области. Ездили в командировки на территории других регионов, помогали, так скажем, тоже в борьбе с огнем. Я смотрел на все фотографии. Они реалистичные очень. Очень красочные. В общем, мне выставка очень понравилась. И хотел бы сказать людям, чтобы более ответственнее относились к этому всему. То есть не курили в каких-то местах, не бросали, чтобы не было таких пожаров. Будущим спасателям, а также студентам колледжа градостроительства и права, а также ребятам из движения первых, удалось пообщаться с ликвидаторами. Им показали специальные ранец для тушения лесного низового пожара. А еще рассказали, как действовать при ЧС и в какие службы обращаться за помощью. Выставка продолжит свою работу до 28 апреля. Вход на нее свободный. Выставка на птичьих правах открылась в Краевическом музее. Она посвящена гнездовой биологии различных видов певчих пернатых. Все они встречаются в Ульяновском регионе, а некоторые и в самом Ульяновске. И лишь одна из них только в Барышском районе – это ремез. Его домик сильно отличается от прочих гнезд, и на этом необычность птицы не заканчивается. В отличие от большинства птиц, у которых мы привыкли наблюдать пару на всю жизнь, ремезы полигамны, и они свободно меняют партнеров даже в самом сезоне. Первое гнездование у них может быть с одним партнером, второе уже с другим. При этом гнездо остается прежним. Гнездо строит только самка. Он принимает участие только в выкармливании птенцов. В музее можно не только узнать о птицах много интересного, но даже переменить свое мнение о некоторых из них. Например, о кукушке. Так называемая плохая мама очень тщательно выбирает гнездо и родителей для своего птенца. Она очень внимательно следит за тем, чтобы ее птенчик выжил. Такое поведение у кукушек связано с тем, что кукушка очень крупная птица, и питается она насекомыми. И себя, и птенца она прокормить никак не может. Поэтому это единственный способ ее выжить. Большинство кукушек питает в южных регионах, где насекомых больше. Там они могут прокормить себя, так как там кузнечки банально в три раза больше, чем наши, и прокормить, собственно, своего птенчика. И не подкидывают? Нет, не подкидывают. А вот самец этого вида птицы, который называется кукуш, в жизни своего потомства особо не участвует. Его занятия – куковать и привлекать самок. Интересна эта выставка еще и тем, что с помощью QR-кода можно услышать, как поет та или иная птица. Продлится выставка до 30 июня. В год семьи, объявленный Владимиром Путиным, поколения все сильнее скрепляются узами любви, заботы и тепла. А главное – как можно больше проводят время вместе. В Ульяновске прошел конкурс «Семья года», где дружные и активные участники показали, в чем заключается настоящее семейное счастье. Дарья Цибина продолжит. Рука об руку смотрят в одном направлении. На протяжении стольких лет Шубины строили свой маленький мир, где царит гармония и понимание. Семья для них – это та ценность, которая наполняет жизнь смыслом и любовью. В нашей семье пятеро детей. Из них четыре – сыночка и лапочка – дочка. Самый главный ориентир в нашей жизни – это вера в Бога. Именно она нам помогает сохранять такую большую, дружную, светлую семью. Чтобы показать важность семьи в жизни каждого человека, Шубины приняли участие в конкурсе «Семья года». 38 супружеских союзов, 6 номинаций и главные условия – любящие глаза и поддержка друг друга. В каждом творческом номере, будь то танец или песня, семьи показывали свою сплоченность. Эти семьи являются образцом для подражания, для того, чтобы наша молодежь, смотря на эти семьи, изучая их, могла принимать все для себя и также развиваться в направлении укрепления развития семьи. Семья, несомненно, дает силы идти вперед и преодолевать трудности, когда понятно ради чего и для кого. Не зря народная мудрость гласит – дерево держится корнями, а человек – семьей. Дарья Цибина, Вести, Ульяновск. В Ульяновских санаториях продолжают гостить дети из Белгородской области. В регион они приехали в прошлый понедельник. Чтобы отдых на берегах Волги запомнился приятными впечатлениями, для маленьких белгородцев подготовлена насыщенная программа. Пока не началась учеба, ребята уже побывали в театре кукол и даже пообщались с губернатором. Дети и их родители из Белгородской области сейчас осваиваются в Ульяновске. В их регионе непростая ситуация. Мы ехали за водой на скважину и все началось. Мы забежали в укрытие, бахало, что аж уши заложило. Очень сильно. Ребят разместили в санаториях Ульяновска. Для них организованы медицинские процедуры оздоровительного характера. Массаж, магнит, а еще работа с психологами. Они принимают у нас кислородный коктейль и галлокамера. Также мы организуем поездки и показываем достопримечательность Ульяновской области. В одной из таких поездок дети из Белгородской области побывали в театре кукол на спектакле «Айболит». Сам город ребята тоже успели посмотреть. В восторг их привела, конечно, Волга. Сам город, ну да, очень классно, интересно, особенно река Волга. Мы ее проезжали, когда очень было интересно, она большая, и когда лед тает, это все так очень красиво выглядит. И мне нравится, что нас везде возят, нас угощают, подарки разные дарят. И мне вообще нравится Ульяновск. К ребятам в санатории наведался и губернатор области. Лично убедиться, что дети хорошо устроились и не тоскуют по дому. Как вам у нас? Хорошо, спасибо большое за гостеприимство, очень хорошо. Кормят, отдых, развлечения, детки лечатся, и взрослые тоже, все хорошо. Постарайтесь побольше тут посетить всяких наших мест и стерилизов, чтобы не просто, как бы, само-то, а немножко кругозор, чтобы... Больше, чем возможно делать. Скоро у детей из Белгородской области начнутся занятия. Важно, чтобы ребята, находясь не дома, все же не отставали от учебного процесса. Елена Тимунина, Элла Шахова, Юрий Давыдов. Вести. Ульяновск. Во Дворце творчества детей и молодежи прошел региональный этап Всероссийского фестиваля «Российская школьная весна». Ее организаторами выступает Движение первых. Конкурс собрал больше 250 талантливых школьников. В творческом состязании участвовали ребята от 12 до 18 лет. Одна из целей – формирование и сохранение нравственных и культурных ценностей учащихся. Российская школьная весна является новым витком в творческой деятельности Движения первых и, по сути, является преемником российской студенческой весны, которая уже существует много лет у студентов среднего профессионального образования, а также студентов высших учебных заведений. Школьная весна – это возможность проявить свои таланты, заявить о своем творчестве. Ребята состязались по семи направлениям, среди которых вокал, хореография, театр, медиа и оригинальный жанр. Есть в этом году и специальная номинация «Амбассадор движения первых». Его задача – продвигать идеи и ценности организации. Здесь важно умение работать в команде, аргументировать и проявлять инициативу. Например, встречи, либо же социальные сети. То есть, когда как? Когда я участвовала в региональном конкурсе «Наставничество на взлет», я была летучим амбассадором, и я ездила в школы, проводила мероприятия с презентацией. Победители в каждой номинации представят регион уже на всероссийской школьной весне. Пройдет она с 28 апреля по 2 мая в Ставрополе. Талантливым дорогу дают судебные приставы. Традиционный конкурс «Хрустальные звездочки» для одаренных детей прошел в Ульяновском доме культуры «Современник». Конкурс с 16-летним стажем ежегодно собирает все больше детей. В этот раз около сотни юных талантов пробовали себя в трех номинациях. Игра на инструментах, вокал и хореографиях. Данный конкурс был запланирован как конкурс, в котором принимают участие дети, чьи родители носят погоны. То есть само название «Хрустальные звездочки» символизирует, значит, хрусталь – это чистые детские сердца, а звездочки – это символизирует звезды, которые носят их родители на погонах. С каждым годом желающих стать частью творческого праздника становится все больше, и до состязаний стали допускать всех одаренных детей. Мы тут играем ангелов, и у нас, как мы ангелы, танцуем. Мы занимаемся художественной гимнастикой, и вот некоторые упражнения из гимнастики. Главный при соревновании – путевка в детский лагерь у Черного моря. Но прежде нужно пройти региональный этап, а затем стать лучшим на всероссийском. В Центре спортивной борьбы имени олимпийского чемпиона Виталия Константинова прошел межрегиональный турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек в памяти тренера Рамиля Даутова. Центр открылся недавно, это первое соревнование, которое он принял. Рамиль Даутов был детским тренером и участником этого турнира от 10 до 17 лет. Вольная борьба является базовым видом спорта. То есть с возрастом, если ребята хотят перейти в ММА, еще что-то, то это является базой для дальнейшей спортивной деятельности. Рамиль Даутов долгое время был тренером 9-й городской спортивной школы и воспитал целую плеяду спортсменов. Турниры в память о нем проводятся ежегодно, это уже 11-й по счету. Его уважали за его стойкость, за его оптимизм. Он всегда был очень оптимистичный, он умел всегда поддерживать, он был с большой душой. В день соревнований Рамилю Даутову исполнилось бы 66. На состязание съехались спортсмены из Чувашии, Мордовии, Татарстана, Самарской, Оренбургской, Ульяновской областей и Пермского края. Всего около 150 человек. Город готовится к забегам. Районы Истафетта, а затем и областное юбилейное соревнование по бегу пройдут в конце апреля. По сообщениям городской администрации, все спортивные маршруты уже скоро отремонтируют, а пока бегуны тренируются на других площадках. На одной из них побывала Маргарита Матюшинская. Чем выше скорость, тем ближе успех установка школьников, участвующих в первенстве по эстафетному бегу. В легкоатлетическом манеже собрались сотни спортсменов из 46 учреждений города. Команды, которые сегодня у нас присутствуют, это там видно, что в школах не на словах, а на деле проводят вот школьную работу, уроков скульптуры, внеклассную работу по спортивной, скульптурной подготовке. Заполучить кубок на этих соревнованиях, конечно, важно, но все-таки этот забег считается генеральной репетицией перед областной эстафетой. Здесь спортсмены оттачивают свое мастерство. После забегов тренеры формируют основной состав команд. Сотрудники областной школы Олимпийского резерва отбирают лучших в своей ряды. Сами спортсмены делают работу над ошибками. Легкоатлеты 11-го лицея на первенстве стали бронзовыми призерами. На областной эстафете решительно хотят только первое место. Просто будем работать над собой, прежде всего, улучшать все результаты. Больше ничего не надо. Понравилось, как первая гимназия пробежала. Парни молодцы, работают. Будем их догонять и перегонять. Как говорят спортивные эксперты, в эстафетных забегах бегуны показывают результат лучше, чем на индивидуальных соревнованиях, потому как командный дух и общий результат обязывают выкладываться на все 200%. Маргарита Матюшинская, Михаил Державин, Вести, Ульяновск. Права граждан при получении медицинской помощи в рамках ОМС. На что рассчитывать и что требовать. Разговор об этом пойдет сегодня. В полдень не пропустите новый выпуск программы «За обедом». Трансляция пройдет в официальной группе ГТРК «Волга» во Вконтакте. Гостем беседы станет Наталья Евстигнеева, старший врач-эксперт отдела по защите прав застрахованных и экспертизы качества медицинской помощи. Вопросы можно задавать в комментариях во время прямого эфира. Не пропустите. Начало в 12.00. Ну а все выпуски «Вести» доступны на медиаплатформе. Смотрим. Оставайтесь с нами. Сегодня в Ульяновской области ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Атмосферное давление существенно не изменится. Ветер будет западным, слабым до умеренного. Температура воздуха днем по области плюс 15, плюс 20. В Ульяновске от 16 до 18 градусов тепла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова